Я сегодня продолжаю наш цикл о семейных отношениях. Конкретно об обязанностях супруга друг перед другом. Мы начали этот цикл с обязанностей мужа перед его женой. И сегодня мы переходим к обязанностям супруги женщины перед ее мужем. И вообще, когда мы, выступая в проповедях, говорим о том, что является обязанностью мужа, что является обязанностью жены, нельзя полагать, что отношения между мужем и женой должны строиться о том, что должна мне жена, что ты, мой муж, обязан строить свои отношения на требованиях. Мы говорим об обязанностях друг друга для того, чтобы мы не впадали в грех, для того, чтобы мы обладали этими знаниями, знаниями того, каким образом строить должны отношения между собой и супруги. Да, в исламе, прежде чем говорить о том, что по праву тебе принадлежит, ты, в первую очередь, должен выполнить свое обязательство. Не только перед, это касается не только супружеских обязанностей, это касается вообще всей нашей жизни, правила всей нашей жизни. И будет твое право перед государством, перед своим обществом, перед родителями и так далее. А отношения между супругами не должны строиться таким образом, что ты мне обязан, ты должен это, ты мне обязана, ты должна это и так далее. Нет. Эти обязанности, исполнение, выполнение супругами взаимных обязанностей друг перед другом, это должно быть удовольствием, это должно происходить на… Выполнение этих обязанностей должно двигать, должна двигать любовь и теплые отношения друг к другу. Но все же мы говорим об этих обязанностях. Повторяясь, хочу еще раз сказать о том, что вообще семейная жизнь, что для супруга, что для его жены, это испытание нравственных качеств. Люди, к сожалению, порой отличаются от поведения людей, многих людей, многих мужчин и женщин, порой отличаются от того поведения, которое они показывают вне, за границами, за чертою своей семьи, на людях. И, к сожалению, оказываются совсем другими людьми, когда они оказываются у себя дома. И нельзя забывать хадис пророка, я думаю, что этот хадис следует даже записать на видном месте, чтобы каждый член семьи, каждая супруга, каждый день читали этот хадис. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, И совершенной верой обладают те верующие, которые обладают наилучшим нравом. И лучшие из вас, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, Лучшие из вас те, кто является наилучшим для своей супруги. Нельзя забывать о том, что семья — это испытание. И к тому же, к большому сожалению, многие из женщин, девушек не представляют величия долга перед супругом. Это величайший долг, который составляет половину ее религиозности. Ибо в хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказано, Идя саллати л марату хамсаха, васамат шахраха, вахафидат фаржаха, ва атааат завжаха, кейля ла хадхулилджанната мин ай обваабилджаннати шиит. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, «Если женщина будет исполнять свою пятикратную молитву, соблюдать пост в месяц Рамадан и будет целомудренной и будет покорной своему мужу, в судный день к ней обратятся и ей скажут, «Выбери любые ворота рая и войди из любых ворот рая в рай». То есть Всевышний Аллах женщину освободил от остальных долгов и обязательств помимо столпов этой религии и возложил на нее покорность мужу, исполнение наилучшим образом миссии матери, миссии хозяйки очага домашнего, супруги. И за это Всевышний Аллах дарует женщине рай. Когда как мужчина порою вынужден проливать свою кровь на защите своего отечества, порою обязан принимать активное участие в других общественных делах, которые на него возложены, его религии. То есть к тому же еще бремя обеспечения своей семьей, ношения, несения нелегкого долга заботы о своей семье, добычи, достатка для своей семьи. И помимо всех других обязанностей, таких как посвящение пятничной молитвы и так далее, то есть обязанностей, обязательств у мужчины, у мусульманина гораздо больше, чем обязательства или обязанностей у женщины. То есть в ее обязанности женщина получает, да и женщине дана возможность получить, заслужить рай исполнением своих столпов, своей религии и заботой о своем муже, заботой о своих детях, своей покорностью своему мужу. И таким образом она заслуживает рай. И поэтому ученые говорят, брак для женщины — это часть ее религии, половина ее религии. И если многие из нас, из мужчин и женщин, изменят свое отношение к семье, то есть не будут рассматривать семью как лишь средство достижения определенного своего статуса в обществе, достижения своих физических потребностей, продолжения своего потомства, да, все эти предназначения, все эти пользы в браке, они заложены Всевышним Аллахом, и брак несет в себе не одну божественную мудрость, а много божественных мудростей заключено в браке. Но для тех людей, которые вступают в брак, в первую очередь, это поклонение Всевышнему Аллаху. Это то, что приблизит тебя ко Всевышнему Аллаху, что мужа, что жену. Жену даже больше, можно сказать, потому что это ее основная миссия после поклонения Всевышнему Аллаху. И, к сожалению, многие из женщин не представляют должным образом величину ответственности, величину этого долга. Долго быть женой, долго перед своим мужем. И поэтому, то есть ученые говорят, есть такое высказывание, «Хаккуз-зауджи мин а'замил-хукуки ба'ада хаккиллах». Долг перед мужем, величайший долг после долга перед Всевышним Аллахом. Прислушайтесь, мои сестры, к словам нашего пророка, в которых, я считаю, достаточно сказано о величине этого долга. Посланник Аллаху сказал, «Не подобает, то есть недозволительно человеку поклоняться земным поклоном, вообще поклоняться человеку». «Если бы это было бы допустимо, я бы повелел, приказал бы женщине падать в поклон перед своим мужем из-за величины ее долга перед ним», сказал посланник Аллаху сау салиму. То есть посланник Аллаху сау салиму говорит, «Я бы повелел совершить саджда, саджду перед своим мужем, женщине, если бы это было бы дозволительно». Это разве не говорит достаточно о величине этого долга? Также необходимо понимать, дорогие мои сестры, о том следующее, что мы знаем после поклонения Всевышнему Аллаху, после признания нашего Творца, одним из величайших наших долгов, обязанностей является долг перед нашими родителями. Но однако, когда женщина выходит замуж, вступает через порог своего мужа, здесь долг перед мужем превыше даже долга перед матерью, долга перед родителями. Согласно мнению всех четырех имамов, сказано, что женщина не имеет права покинуть порог дома своего мужа без разрешения своего мужа, даже если ей приказывает мать, приказывает отец. Этому свидетельствам, в качестве свидетельства могу привести случай от Анас Рады Аллаху Анху, Анас Убн Малик Рады Аллаху Анху, передает, что во времена посланника Аллаха саллиллаху алейхи васаляма некий из подвижников отправился в поездку, в путь и приказал своей супруге не покидать жилище без его разрешения. Но, однако, случилась беда, заболел отец этой женщины, который проживал этажом ниже, то есть чуть ниже, возможно, это был или же нижний этаж, или же... то есть жил он по соседству. И когда отец болел, естественно, дочь хотела увидеть своего отца, но, однако, ей было сказано мужем, чтобы она не покидала жилище своего дома без разрешения отца, и тогда она отправляет к посланнику Аллаха саллиллаху алейхи васаляма человека с просьбой о разрешении навестить своего отца, на что посланник Аллаха саллиллаху алейхи васаляма неоднократно передает ей отыгьи и зауджаки повинуйся своему мужу, повинуйся своему мужу. И та повиновалась своему мужу, не нарушила его указания, не ослушалась его, но после того, как от этой болезни скончался ее отец, она получила известие от посланника Аллаха саллиллаху алейхи васаляма о том, что Всевышний Аллах простил грехи ее отца благодаря ее покорности и ее мужу. Здесь хочу, конечно, некоторые дополнения внести и сделать некоторые обращения к родителям дочери, дочерей, которые вышли замуж. И чтобы они, учитывая величину, то есть подчеркивали величину долгой ее дочери перед ее мужем. И если обычно, как обычно, наиболее мудрые из наших лучших предшественников, они вовсе не бывали рады, когда их дочь после замужества часто посещала дом родителей. И спрашивали они, разрешил ли тебе твой муж, может, это твое пожелание. То есть в этом отношении должна быть определенная умеренность и мера. Ибо даже в хадисе посланника Аллаха саллиллаху алейхи васалима сказано, призывая нас всех к умеренности в визитах друг к другу, он сказал, зургиббан таздад хуббан проведывайте друг друга, посещайте друг друга изредка, вы станете любить друг друга больше, сказал посланник Аллаха саллиллаху алейхи васалима. В то же время здесь хочу обратиться и к мужьям. Да, это право, это ваше право, то есть ваша супруга не имеет права покидать свой дом, ваш дом без вашего разрешения, но в то же время такое богоугодное дело, как поддерживание родственных уз тоже распространяется и на вашу супругу. И вы ни в коем случае не должны быть преградой и препятствием перед ее скреплением, перед ее в ее отношениях с ее близкими. То есть не прибегайте к чрезмерным запретам и ужесточениям в ее связях с ее близкими, с ее матерью, с ее родителями. Установите умеренный интервал, период визитов ваших к ее близким. И здесь также я призываю к тому, чтобы эти связи, вот эти отношения были урегулированы вашей теплотой ваших отношений друг к другу. На этом хочу завершить вступительную часть в цикл наших дальнейших роликов, посвященных обязанностей женщин перед их мужьями. Так поможет нам Всевышний Аллах следовать его велениям и соблюдать сону нашего пророка саллиллаху алейхи ва саллим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!